ребят всем привет сегодня у нас небольшая темка может быть и большая может быть большая для тех кто хочет подумать но смысл такой не буду томить смысл такой порядок и беспорядок в скобочках хаос вот на эти две мысли я сегодня нарвался вернее мысль 1 но кому же принадлежим мы что же это за страна итак смотрим до определение порядка то есть то что что же это такое порядок это гармоничное ожидаемое предсказуемое состояние расположение чего или расположение чего-либо то есть это предсказуемое это ожидаемое и это гармоничное самое основное это порядок теперь давайте посмотрим что Что же такое хаос? И посмотрим, когда мы слово хаос, то мы понимаем, что это бесформенная совокупность материи. Ну а также это первичное состояние вселенной. Ну так, чтобы было понятно. То есть хаос, вот смотрите, хаос я ассоциирую с кругом. А порядок я ассоциирую с квадратом. Это мое интуитивное личное мнение. Возможно, кем-то ранее обоснованное, но в моем случае оно звучит впервые. Я высказываю свое мнение, это впервые. И как бы такое простое понимание, простое понятие. Но с другой стороны, вот это простое понятие переходит к очень сложному понятию. И вообще к нашей реальной жизни сегодняшней. Относится квадрат и круг. А также по кругу или квадрату можно определить принадлежность страны к хаосоподобной и к порядкоподобной. То есть кто из стран принадлежит к странам, соблюдающим порядок, а кто не соблюдающим порядок, у которых беспорядок или хаос. Итак, вот особо, конечно, я ни на что не претендую, но все-таки мысль есть мысль. И она довольно интересная. Вот смотрите, мы берем гармонию, порядок. Это гармоничное, ожидаемое, предсказуемое. Но здесь самое главное, вот, наверное, гармоничное и ожидаемое. Если мы говорим про круг и квадрат, вот, по какой-то причине, я не знаю, вот почему, допустим, хаос это круг. Потому что круг, допустим, он осуществляет, ну, или как внутри него, да, если виртуально сделать круг, он может вращаться. То есть там вращение идет. Если обратиться именно к определению хаоса, вот здесь вот, да, то это первичное состояние Вселенной, что означает, что это был взрыв, что после взрыва идет, то есть он в разные стороны идет. И если заморозить это состояние, то это состояние получится состояние круга. То есть если вот после взрыва сразу через секунду остановить этот взрыв, заморозить там, то мы увидим, что взрыв расходится в разные стороны, то есть лучи взрыва расходятся в разные стороны и останавливаются только на каком-то сегменте времени. И специфика такова, что они за счет специфики времени, они, эти лучи образуют круг. Ну, просто за то, что они центробежные, да, они уходят из центра, выходят и образуют круг за счет вот нашего, нашей обрезки временем. То есть это тоже круг. И не янь, допустим, тоже круг. Вселенная тоже крутится. То же самое наши все там планеты крутятся. Неизвестно, но крутятся. Относительно квадрата у меня такой ассоциации нет, кроме как, допустим, каких-то визуальных той же плитки, да, которая квадратно ровно уложена, и вот вам порядок. Круглая плитка, она не будет так смотреться, она не будет вот именно, там будут какие-то дисгармонии все-таки, но не всегда. Если они будут в квадрате, то это будет все равно порядок. То есть понимание вот того, что круг в квадрате, тоже тут стоит о чем-то подумать, задуматься. То есть если круг в квадрате это порядок, а если квадрат в круге, то это получается у нас уже хаос. Если перенести, если перенести именно на нашу жизнь то, о чем я сейчас говорю, то я считаю, что принадлежности наших стран, допустим, ну вот грубо говоря, да, основные наши проблемы, основной враг как таковой, да, грубо говоря, информационный хотя бы, о котором все говорят постоянно, это Америка у России. И что я хочу сказать по поводу этого. Вот возьмите Америку, у них есть законодательство, у них есть порядок, там его исполняют, и все придерживаются этих правил. Заработок там идет практически легальный, за нелегальный заработок, естественно, там конкретно имеют громадные штрафы и все такое. То есть за этим следят. То есть создали порядок, то есть квадрат, и занимаются поддержанием этого порядка. А что же у нас? А у нас хаос. А у нас хаос. Друзья мои, посмотрите, у нас хаос. Вы хорошо работаете, а вы за это хорошо получаете денежку. А вы ходите по красивым улицам, по хорошим. Вам глаз радует? Гармония есть именно на вашей улице? Вечером или еще как-то? Свет фонарей красиво падает? Или звук из труб, или еще что-нибудь, я не знаю. Надо подумать об этом, подумайте об этом. То есть я считаю, что в нашей стране хаос. Хотя я русский. Но я считаю, что наша страна соответствует хаосу. Законы как бы есть, но они не для всех. И они нафиг никому не нужны. Пишутся непонятно кем. Понятно кем, да, конечно? Конечно, понятно кем. Именно квадратом пишутся. Потому что только он это может сделать. А хаос, он не может создавать порядок. Потому что это хаос. И в хаосе всегда будет хаос. Вот так мы плавно перешли на политику. На самом деле. И если вы понимаете мою мысль, о чем я говорю, то Россия не может создавать порядок. Просто потому что именно геометрическая форма этой страны круг. А Америки квадрат. Во всяком случае, я не говорю, что это официальное понимание. Но это интуитивно идет уже у меня. То есть я так вижу, я так чувствую. И вот то, что Россия соответствует хаосу, а хаос не может создать порядок, это факт. А вот порядок создать хаос может. Вот как ни крути, но может. Я не знаю, эта интуиция почему-то так у меня работает. Но теперь давайте перейдем от слов к делу. Это на самом деле тоже интересно. Это реально интересно. Давайте мы посмотрим Америку. А также можно перейти к другим, конечно, странам. И посмотреть, что к чему. Ребят, вы посмотрите. Вы посмотрите. С этой стороны, со стороны, какие-то не совсем понятные полосы, да? Линии дорог, линии штатов. Ну, в основном это линии дорог, да? Но вот с этой стороны, посмотрите, насколько они качественные. Сразу видно, что это разные люди. Вот посмотрите, сетки какие четкие, красивые. Это просто сетки. Это просто сетка дорог. Да, даже если мы посмотрим сейчас вот таким образом, мы уже увидим большинство квадрата. Мы уже практически везде увидим вот квадраты. Мы видим их квадраты. Вот они. И даже здесь мы видим квадраты, но какие-то корявые. Ну, то есть, они пытаются. А здесь все четко. Вот здесь все стабильно и четко. Потому что здесь порядок, ребят, вы посмотрите. А теперь давайте посмотрим на Россию. С той же высоты, грубо говоря. Да, и что-то как-то... Ну, где? Линии-то где? А линии у нас в основном только здесь. А какие линии? Обратите внимание, ребят. Вы порядок здесь видите? Вы здесь видите центробежные силы. Все исходит из единого центра в разные стороны. Это признак круга. Это признак хаоса. Давайте придем ближе. Давайте придем ближе. Итак. Давайте перейдем на спутник. И посмотрим. Я крайне удивился. Вы посмотрите. Вот. Видите? Вы видите? Это вам не мерещится. Это все клеточки. Ребят. Смотрите. Посмотрите территорию Соединенных Штатов Америки. Посмотрите. Знаете, что это? Это квадраты. Это квадраты. Ребята. Это квадраты. Вы посмотрите. Это все квадраты. Это все возделыванные земли. Которые возделывают для тех или иных потребностей. Посмотрите. Это квадраты. Да. Здесь есть внутри круги. Но это хаос внутри. Порядка. Это порядок. Вы посмотрите. И так это продолжается до самих гор. Посмотрите. Я лично в шоке от того, что я увидел. Вот реально. От увиденного я в шоке. Ребята. Это квадраты. Ну как можно такие громаднейшие территории. Здесь качество не очень. Снимка спутника. Не очень качественная. Но смотрите. Как можно. Вот здесь немножечко лучше видно. Где-то там было лучше видно. Как можно это делать. Это все поделенные полосы. Это все дороги. Ребят. Ну это. Вот для меня лично. Это поразительно просто. Это все дороги. Это все изъешено. Вот мелкими, мелкими, мелкими дорогами. Вплоть до гор. Вот до этих. Это все дороги. Вот мы уже идем ближе. И вот эти дороги. Вот они. И что вы видите? Да. Вы видите то же самое, что и я. Но это порядок. Ребят. Посмотрите. Это все порядок. Вы видите эти квадраты? Все это дороги. Все это парки, дома. Все. Вот обратите внимание, как у них строят дома. Просто прямые дороги. Просто прямые. И вот домики. Домики красивые. Все в порядке. Это порядок. Глазу настолько приятно на это смотреть. Ребят. Это порядок. А хотите посмотреть на хаос? Вот посмотрите, какой порядок, ребят. Я пока переключаться даже отсюда не хочу, потому что стыдно, что ли. Ты, с другой стороны, разве выбираешь, где ты рождаешься? И с какими людьми рождаешься? Разве ты выбираешь это? Вот посмотрите. Да? Все в квадратах. Вы думаете, они не умеют дороги делать круглые, кривые, продольные, поперечные? Умеют? Все умеют. Вы посмотрите. Посмотрите. Это все квадраты. Это все дороги. Это страна порядка. И вот для меня это откровение. Вот для меня это очень большое откровение. Вот именно сейчас. Даже если мы в других каких-то местах пройдемся и посмотрим. Вот давайте зайдем в штат Нью-Йорк. Он у нас по сути, по идее, должен быть где-то здесь. Давайте сразу перейдем на схему. И посмотрим. Еще дальше. Вот он. Да. И давайте посмотрим, как выглядит Нью-Йорк. Ну, собственно говоря, мы все знаем, как он выглядит. Да? Давайте посмотрим. Да. Ребят, это квадрат. Ну, я понимаю, что это прямоугольник, но это производная от квадрата. Это все квадраты. Ребят, давайте посмотрим, как это красиво выглядит со спутника. Это выглядит вот так. Это порядок. Так должно выглядеть то, когда все в порядке. По полочкам разложено аккуратно. Ни пылинки. Ничего. Порядок, ребята, это чувство стиля. Порядок, это чувство вкуса. Я долго думал, почему в России нету... Я сам занимаюсь фотографией, профессионально фэшн-фотографией. Я долго думал, именно почему нет вкуса у россиян, у тех, которые что-то создают, делают какую-то красоту, какой-то стиль создают. Нет, они создают джигули. Или луаз. Или москвич. И они не могут создать какой-нибудь Бентли, шикарный, Роллс-Ройс. Или самый простой Мерседес. Ведь это тоже порядок. Подумайте над этим реально, ребята. Вот посмотрите, какой порядок. И это всего лишь один город. Я понимаю, что где-то там, на другой части, может быть что-то по-другому. Ну, да, но я вам уже показал, что эта часть, вот эта часть, более порядочная. В плане порядка. А здесь менее. С точки зрения геометрии. И, извините, но это работает. А давайте перейдем на наш. Ну, грубо говоря, ну, посмотрели там Нью-Йорк. Давайте посмотрим здесь Москву. И давайте посмотрим, что это. Ребята, это круги. Это круги. Это веер вьюга. Это юла. Это постоянный хаос. Постоянная крутилка какая-то. Постоянное движение, динамика. Вот сколько ни делайте, это матрешка в матрешке. Это круглая, 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 круглая хрень, которая вот паутина на всю страну. Хаос на всю страну. Давайте мы посмотрим тогда, как выглядит со спутника наши дома. Как это красиво? Это разве красиво? Это хаос. Это реально так выглядит хаос после взрыва. Вот представьте воронку после того, как упадет метеорит громадный. Это будет выглядеть точно так же. Даже теневой рисунок примерно одинаковый. Это разве порядок? Это мне напоминает какие-то арабские страны в пустыне, где... Это порядок, ребят. Это не порядок. Вы посмотрите, насколько даже с высоты птичьего полета видно, какая страна принадлежит какому вот географии, геометрии. Ребята, настолько вот вроде как... Зато с космоса виден Бургер Пинг. Хотя это, конечно, фигня, но я имею в виду, да, но все равно. Смотрите, как это вот... Как это то туда, то сюда, то вот это вот здесь беспомощность, то вот тут, вот как-то оно... Дороги вот в разные стороны, непонятно направление вообще куда. И вы обратите внимание на нашу страну, на нашу... Вообще, вот, если перенести эту геометрическую тему всю, да, фотографическую, геометрическую, перенести на современную жизнь, на нашу, на сегодняшнюю, почему-то это одно и то же. Все точно так же, как вот здесь сверху выглядит. Никак. Никуда. Вот, вот, это что, дорога? Они что, не могли сделать круглую дорогу хотя бы? А здесь они что, не могли сделать качественный, красивый, крестообразный перекресток? Без вот этих вот ломающих... Это что такое за дом? Ребята, это напоминает судороги каких-то непонятных... Вот у меня нет слов. У меня лично слов нет. Я лично отчетливо вижу принадлежность порядка и хаоса к определенным странам. И я повторюсь, что наша страна вся она принадлежит хаосу. И пока у нас будут даже элементарно такие геометрические, визуальные вот, 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 сооружения вот в таких непонятных направлениях у нас будет хаос. И так будет во всем. И так будет и в политике, и так будет и в экономике. И с пенсиями у нас будет такая же непонятная хрень. И с футболом такая же непонятная хрень. А здесь, ребятки, будет все совсем по-другому. Просто потому, что здесь все в порядке. Здесь порядок. Поэтому сюда люди все хотят ехать. Туда, где есть порядок. И где они будут получать кайф от пребывания. Даже всего лишь от того, что они просто смотрят. То есть эстетическое наслаждение это настолько кайфово. Это настолько круто, когда ты идешь просто по улицам. И ты получаешь удовольствие от этого. Сравните фотографии нашей новой Москвы. И допустим вот этого района Нью-Йорка. Сравните наши. Тут даже видно ландшафтный дизайн. Да. А у нас вы где-то видели ландшафтный дизайн? Видели? На эту тему, я считаю, говорить можно бесконечно. И, на мой взгляд, это очень интересная тема. И к ней действительно стоит прикладывать какие-то усилия, чтобы давать понять людям, где мы живем. не только с точки зрения политики и разных мнений, а с точки зрения геометрии. В общем, вот об этом я хотел вам, друзья мои, рассказать, поделиться, чтобы вы тоже немножечко покайфовали, слепо, пребывали в каком-то порядке. В общем, примерно, друзья мои, вот так. На этом хочу закончить. Благодарю всех. Всем спасибо. Всем спасибо. Кому было видео интересно, полезно, пожалуйста, прошу вас, ставьте лайк, потому что я тоже старался, хотел изложить свою позицию очень качественно, доходчиво, чтобы всем было понятно. И, прошу, подписываться на канал, ставить колокольчики, потому что, чтобы не пропустить какие-то новые интересные видео, возможно, будут интересны для вас. Ну и все. Спасибо. Давайте, пока. Создавайте красоту, гармонию и порядок. Будьте квадратом. Пока.